А ну-ка, 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 дайте-ка я чё не забацаю! Эй, йоу! Многие знают, что я крайне предвзят и отношусь к двум вещам. Это фотоаппараты Sony и Adobe Premiere Pro. Если с Sony всё сразу ясно, то почему я так взъялся на Premiere Pro, непонятно совсем. Привет, обармоты! Меня зовут Евгений Ивакин, я колорист, и сегодня я расскажу, почему я не люблю Premiere Pro. Для начала всё-таки стоит сказать, что к Premiere нет никаких вопросов с точки зрения организации монтажа. Также я не буду кричать о том, что Fusion в пакете DaVinci Resolve может заменить After Effects. Я продолжаю делать графику в авторе. Также я довольно долго использовал Premiere Pro, и поэтому имею полное право его критиковать. Хер с ней с оптимизацией, хер со стабильностью, с фрезами и с вылетами. Это всё косяки программного обеспечения. Я же хочу обосрать Premiere с позиции колориста. А если быть точнее, то разобрать то, как организован процесс цветокоррекции и грейдинга. Все тесты я буду проводить на примере Грейскейла и СМПТЕ Color Bar СА. И начну бугуртить я, пожалуй, именно с инструментов. Давайте начнём с малого. Что делает экспозиция? Повышение экспозиции тянет среднюю точку наверх. То есть он аналогичен инструменту гамма в DaVinci. Но вот какого хера понижение экспозиции не работает зеркально? Почему понижение экспозиции работает как инструмент гейн? Далее у нас идёт ползунок контраста. Он работает более-менее предсказуемо. Но если я хочу поменять точку перегиба, я не могу это сделать. То есть если моё видео будет снято в высоком или в низком ключе, и я захочу проработать контраст более детально, сделать я этого просто не смогу. У меня нет контроля. Окей, дальше Shadows и Highlights. Работают они более-менее предсказуемо. Но не до конца понятно, кто за какой диапазон отвечает. Вроде как за тени и яркие участки, но нулевой чёрный и стопроцентный белый остаются на месте. Окей, предположим, что всё так. А что же такое тогда инструмент White's? White's это домичевский гейн. Но какого хера понижение White's является тем же самым, что и понижение экспозиции, мне совершенно непонятно. На кой хер делать два инструмента, которые делают абсолютно одно и то же? Если White's работает как гейн, то есть поднимает точку белого наверх или опускает её вниз, оставляя точку чёрного на нуле, то что же будет делать инструмент Black's? Наверное, он оставит точку белого на своём месте, а точку чёрного будет опускать или поднимать. А вот и н*** я. Black's работает как Shadows DaVinci. То есть трогает только глубокие чёрные участки. Где, блядь, логика в работе инструментов? Почему? Все инструменты работают нелинейно, непредсказуемо. Больше всего меня бесит, когда у инструментов, которые зеркально противоположны друг другу, неравные модули. То есть у меня есть две функции, которые должны как бы компенсировать друг друга, но они какого-то хера работают, блядь, по-разному. Окей, это всё были инструменты для работы со светом. Что у нас по цвету? Во вкладке Basic Correction нас встречает единственный ползунок, ну, не считая баланс белого, это ползунок Saturation. С ним всё понятно. Ползунок Saturation отвечает за кратное увеличение насыщенности тех или иных оттенков. То есть, если я поднимаю насыщенность, то текущее значение насыщенности оттенка умножается. Так можно увеличивать цветовой контраст за счёт разницы в насыщенности. Вот примерно вот так. Есть у нас два синих оттенка. У одного насыщенность, скажем, 15, а у другого 50. Разница между ними 35. Если я увеличу насыщенность ползунком Saturation, к примеру, в два раза, то я получу 30 и 100. Как в два раза увеличилась насыщенность каждого оттенка, так в два раза увеличилась и разница между ними. А как Saturation работает в пример Pro? Вроде бы всё логично, но какого хуя голубой оттенок не опускается? Почему он остаётся стоять в стороне? Адоб, вы, блядь, там нетолерантный что ли? Что у вас за особое отношение к голубым? Окей, уехали с Basic, приехали в Creative. Что у нас находится во вкладке Creative Correction? С точки зрения Look и Intensity вопросов нет никаких, но есть ползунок Faded Film, который делает ебать кинцо. Поднимаем и смотрим. Сначала у нас поднимается точка чёрного, аналогично инструменту Shadows в Da Vinci. Но ровно на середине значений инструмент начинает влиять на точку белого. Какого хера? Ладно, когда два противоположных инструмента нелогичны между собой, но когда один инструмент сам по себе нелогичен внутри самого же блядь себя, то есть я совершенно не понимаю, чего я буду ожидать от каждого ползунка. Почему это блядь так происходит? Спасибо, что хотя бы ползунок Vibrains внутри Creative вкладки работает логично, а вот ползунку Saturation такой же плядь, как и во вкладке Basic Correction. Дальше у нас есть два колеса, которые как бы отвечают за противоположные участки. Давайте посмотрим. Тянем Shadow Tint в красный, а Highlight Tint в циановый и получаем градиент. Во-первых, замечаем, что чёрный остался более-менее чёрным, а вот белый сдох. Окей, то есть эти диапазоны работают не одинаково по участкам. Хорошо. На графике Waveform мы видим, что точка перехода из красного в циановый, то есть через серый, находится на уровне 60 ИРЕ. При помощи инструмента Tint Balance мы можем сделать переход ровно в середине. Отличненько. Теперь меняем оттенки на жёлтый и синий и получаем опять какую-то жопу. Ползунком Tint Balance ставим точку перехода на середину и получаем совершенно другое значение. Возникает вопрос. Почему Premiere Pro по-разному относится, блядь, к разным оттенкам? Почему сила синего слабее, чем сила красного? Что это, блядь, вообще такое? Почему так происходит? У меня реально, блядь, бомбит. Это, кстати, сейчас вообще уже не по сценарию. Я просто вспоминаю, какой там пи***ец. Ну, типа я проводил тест и сравнивал. Вот такой блядь. Ти***. Снова нет логичности и предсказуемости в работе инструментов. Переходим дальше. Во вкладке с колёсами нас встречают какие-то странные, интересные и непредсказуемые, опять же, инструменты. Shadow вниз сохраняет точку чёрного, но тянет тёмные участки. Shadow вверх поднимает точку чёрного и тянет за собой всё, кроме точки белого. Highlight вниз опускает точку белого и тянет за собой всё, кроме точки чёрного. Highlight вверх сохраняет точку белого, сохраняет точку чёрного и тянет за собой всё по чуть-чуть, но особо тянет яркие участки. Инструмент HSL Secondary я пропущу. Потому что в Premiere Pro он реализован крайне костыльно. Он там нахер не нужен и, по сути, он там просто чтобы был. Потому что отсутствует возможность комбинирования растровых и геометрических масок. А также инструменты, которые можно применять на выборку, созданную в HSL Secondary, крайне мала. Мы просто ничего не можем сделать. Спасибо. И какой же вывод? Единственным инструментом, который работает логично и предсказуемо в Premiere Pro, остаются кривые. Только, б***ь, кривые. Ничего, кроме кривых, логично не работает. Вот и получается, что в Premiere Pro нет инструментов для нормальной работы с цветом. А те, что есть, работают абы как. Получить хороший цвет в Premiere можно только работая наугад. То есть, тянуть все ползунки подряд в надежде, что подойдет и правильно сработает именно это. Что в целом говорит о полной непригодности Premiere Pro для профессиональной работы с цветом. Как-то так. Да, есть сторонние плагины, которые можно установить и которые расширяют функционал и становятся работать как бы в кайф. Все нормально, все полезно и все замечательно. Но мы с вами говорим о стандартных инструментах, которые как бы Lumetri Color и встроены в Premiere Pro. Вроде пробомбился. Делитесь своим мнением на эту тему в комментариях под видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка находится в описании. Также подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Обязательно переходите в закрепленный комментарий, там есть ссылка на наш сайт. Вы можете стать частью нашей команды. Спасибо вам, что вы меня послушали. Я успокоился. Все хорошо. До скорых встреч. Братва, тут я один тупой или все не поняли? Это тебе про джо? Эйо, меня зовут... Хуя ли, блядь, меня зовут? Хоть я не пошел. Я никто не звал. Ян. Ёп, Ян. Повышение экспозиции тянет среднюю точку наверх, то есть от анал... Во вкладке с колесами нас встручает... Встручает, блядь. Встручок, нахуй. Человек встручает, блядь.